Педагоги обмениваются опытом и делятся эффективными способами внедрения полиязычного преподавания в одной из шимкенских школ. Казахстан стал площадкой для подобных встреч не случайно. Внедрение многоязычия в образовательных учреждениях началось задолго до разработки законопроекта о преподавании на нескольких языках. Безусловно, что этот опыт, накопленный школами, он полезен и странам, участницам нашей международной школы, которые делают первые шаги в этом направлении. Мы уже успели посетить первые уроки. Я могу передать вам восхищение и очень высокую оценку коллег из других стран, которые побывали на уроках, потому что мы увидели, что дети, которые обучаются в классах с билингвальным обучением, замечательно владеют вторым языком. За 3-4 года они успели настолько овладеть целевым языком, как мы его называем, что видна их абсолютная подготовка для продолжения образования на целевом казахском или русском языках. Кыргызстан также активно практикует внедрение в систему образования трехязычия. Сегодня на международный слет из соседних государств прибыла большая делегация, состоящая из представителей Министерства региональных и районных управлений образования и науки Кыргызской республики. Гости восхитились мастерством преподавательского состава городских школ и выразили свое уважение к ученикам. Мы видим на уроках, как ученики свободно говорят с одного языка на другом, которые могут просто переходить без всяких усилий. И это мастерство учителя. И уже на уроках мы видим, как учителя Казахстана вот это мастерство проявляют, показывают свои умения. И результативность, конечно, это дети, которые это осваивают. До конца недели в образовательных учреждениях Шимкента пройдут открытые уроки и форумы. Уже налажена диалоговая площадка по обсуждению вопросов ведения полиязычного образования. С работой городских преподавателей в эти дни будут знакомиться педагоги и эксперты 10 стран Центральной Азии, СНГ, Прибалтики, Европы и Австралии. Николай Путилин, Амантай Ольбеков, Аслабек Махалбаев, информационная служба, телекомпания «Отрар».